Девушки отдыхают 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 Извините, из-за пиздисса. Ну что? Все в порядке. Таблетки подействовали, Витек уснул. Ты давай иди на кухню, суп разогреешь. Что там? Курица еще, картошку я приготовил. Ну разберешься. Извини, мы зря тебя потребляем. Спи, спи. Вообще это неправильно. Это я должен по ночам разъезжать и деньги зарабатывать. А ты с детьми сидеть. Ладно, Витя. Как я? Этот знак не заметил. Вот права тебе вернут. Я сплюсь. Ты куда сын ты? Мама, я мужик. Ты мужик. Ты мужик. Самый лучший. Хорошие вы мои мужики. Миша, Мишенька, ну, умоляю, не бери сразу так много. У тебя давление. У тебя спина. Мама, не умоляю, не мешайся под ногами. Ты встаешь рано каждый день. Весь день на холоде. Ой, Лариса Сергеевна, я же вам чай приготовила. Мама, не, не, сын, я обойдусь. Миша, надо. Фух, все. Ну, все. Давай, мама, пора ехать. Да. Не на склад. Товар забрать, у меня еще десять заказов. Ага. Давай, удачи в бизнесе. До свидания, Лариса Сергеевна. Миш. Миш, я очень опаздываю на работу. Подвезешь? Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы прекрасны. Я всегда говорил, что вдовы расцветают после смерти мужей. А вы что же свою девичью фамилию оставили? Назарова? Предусмотритель. Простите. Виноват. Не с того начал разговор. А я вам должен был первый сказать, что все обвинения с меня сняты. И я не убийца вашего мужа. Я вернулся на родину честным человеком, полной сил и планов. Нам теперь надо с вами дружить. У нас общее дело. У меня к вашей персоне есть очень серьезные претензии. Вы, Элла Рустамовна, рынок прихватили, который по всем правилам принадлежит народу. И немножечко мне. Но я не в обиде. Вы же не знали, что я живой и честный. Так вот, Элла Рустамовна, нам придется в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить несколько щекотливых. Чекотливых вопросов. Сюда ты денешься, сука. На, селки подаришь. Поехали. Курьер – это профессия? Вон, пять процентов с заказа. Разве это деньги? Ну, а что, есть другая работа. Ну, пожалуйста, говори, я слушаю. Лежи тогда на диване и плевь потолок. На. Да не хочу я. Май сказала, еще один козетный киоск открывают рядом. Ты считаешь, что там больше денег заработаешь? Может, ты возьмешь? Торговать открытками? У меня вообще-то и есть работа. Ой, работает она, не смеши. Одна ворует, другая караулит. Кто ворует? Ты кого имеешь в виду? Извини, плохо спал, сорвалось. Да, мы не разбогатели, но купили машину на мою зарплату. Ты на ней ездишь. С голоду не умираем. Что еще нужно? Ну, ладно, все. Мир. Давай бутерброд. Черт. Мы заказывали пять тысяч экземпляров. Да, пять. Пять тысяч. Хорошо. С 92-го года естественный прирост населения в нашей стране стал отрицательным. А это значит, что рождается значительно меньше людей, чем умирает. Мы близки к демографической катастрофе. Я просто не мог спокойно за этим наблюдать. И это главная причина, почему я участвую в этих выборах. Спасибо. Спасибо вам. Встреча была. Берба Цунулся к Эле Рустамовне с розами. Она ему фару разбила. Саму очень не задавила и уехала. Эла Рустамовна не любит розы. Но любит белые хризантаны. Мансар Амирович. Подожди, мой солнышко. Не спускай с него глаза. Я должен знать о каждом его шаге. Давай. Да, моя хорошая. Лучше мы войдем на плакат оставим. Алиса. В папках не надо рыться. Для тебя я Алиса Матвеевна. Я здесь такая же хозяйка, как Элла Рустамовна. Все, что в этой папке, меня касается. Чай теплый. И запомни, зеленый не пью. Хорошо, Алиса Матвеевна принесли черный, горячий. Так, стоп. Это что? Резюме. Мое дело положить на стол, я их не читаю. Мое дело спросить. Элла, что ищет нового финансового директора? Прости. Не жмет? Прошу прощения, госпожа. Мне вот интересно. Почему маленькие женщины выбирают огромные машины, большие столы и широкие кресла? Вы шутила? Да. Я бы сейчас чадру на лицо, а. Смотрю на тебя в зеркало. И в обморок падаю такой красоты. Заканчивай ночные гонки. Да хоть сегодня. Но с этого предприятия трех мужиков не прокормишь. Ты так долго не протянешь. А я выносливая, стальная. Света. Металл тоже устает. Почему Витя не поискать работу? Ну, не знаю, работа у сторожа. А ты видела трезвых сторожей? Вот-вот. Как, кстати, Миша? Пить перестал. Некогда все время за рулем. Хорошо. Давай я поговорю со свекровью. У них есть круглосуточный ларек. Может быть, им там нужен ночной продавец, а? Оль, отставить мы сами решаем. Кому в борщ варить, а кому в горячую избу. Смотри, какое красивое. Мой размер. Размер. Ты цены-то видела? Полторы тысячи уе. Это что на рубли? Девять тысяч. Старыми? Новыми, старыми. Девять миллионов. За какой-то кусок тряпки. Такие держище. Син, повиси от греха подальше. Ничего случится, не расплатимся. О! И вот так постоянно. Я посмотрела за последний квартал все отчеты. Прекрасно. Дебит, кредит, ажур-мажур. Прибыли никакой. Оля, ты отвечаешь за финансы. Я жду твоих предложений. А я тебе много раз говорила. Нужно менять ассортимент. Нужно быть ближе к народу. Покупатели ходят к нам, как в музей. Глазеют и ничего не берут. А что значит менять ассортимент? Продавать дешевку? Нет, девочки, это бутик, эксклюзивный товар. Это не рынок. Рынок у тебя есть, и с рынка ты имеешь доход. Оля, какой, Эллы, доход с рынка? Я этот вопрос не обсуждаю, и тебе я лезь в чужой карман не советую. А я в свой карман смотрю, и у меня там пусто. А ты научись зарабатывать. Я вас для того собрала, чтобы обсуждать свои доходы. Вы думаете, девочки, как привлечь богатых покупателей? Добрый день. Добрый. Для Эллы Рустамовны. От кого? От тайного поклонника. Место у нас проходное, а выручки ноль. Я согласна с Олей, надо брать товар у челноков. Чего-то я миллионеров у нас в бутике не вижу. Процедесы все мимо проскакивают. А когда ты можешь их увидеть? Ты бы на чем таксуешь? С утра ты еле глаза продираешь. На кого ты похожа, посмотри. А можно матом ответить на твой комплимент, Света? Ты мужа не пробовала отправить работать? Дома его посадила? Ты няньку из него сделала? Чтоб снова на лево не ушел, да? Элла. Ребеночка еще одного, чтоб в подоле тебе не принес. Элла, остановись. Хорошо, извини, я не права. Что вы так смотрите? Я извинилась. Совещание окончено. Я уже сама цвета от тайного поклонника. Свет. Ну, ты… Не обращай внимания. Элла, она… Дура. Задержалась в этом районе. Пора валить. Свет, ну что ты на ней обижаешься? Послушай, ты что Эллу не знаешь? Она что-нибудь брякнет с горячей, а потом извиняется, потом сама же переживает. Послушайте, мы все команда. Спустись с небес. Команда. Какая мы команда, нафиг? Ты куда? Домой спать. Если повезет. Да нет, ну правильно все. Это у нас только все красиво начиналось. Шампанское, аферы Верки. Название красиво Апельсова. Мы же думали, что у нас у всех будут равные права, да? А в итоге что? Элла рулит, а я кто я. Я продавец обувного отдела с копеечной зарплатой. Все. Элла, ну ты-то куда? Ну не усугубляй. Поговорю я с Эллы. Уговорю поменять ассортимент. Ну, пойдут покупатели. Начнется хорошая продажа. Все наладится, понимаешь? Элла ищет тебе замену. Подходите, не стесняйтесь. Сатиновые простыни. Две простыни по цене одной. Какой же это сатин? Ткань плотная, мнется. Ну, совсем обнаглели. За пять такие деньги драть. Да что вы такое говорите, женщины? Сатиновые простыни, сатиновые простыни. Две простыни по цене одной. Подходите, не стесняйтесь. Вы же грамотная. Вот прочитайте этикетку. Да на заборе тоже написано. Напечатали бумажек и втюхиваете свой товар два раза дороже. Аферисты. Женщина, что вы несете? Отличное белье. Я у нее вчера брала молодой человек. Мне еще три комплекта. Три комплекта. Ага. Три. Три комплекта. Вот видите, человек разбирается. И то, что некоторые. Постоянным покупателям на аллочка подарок. Вот. Страна жуликов и идиотов. Мать, ты зачем людей обманываешь? А что? Вот все хорошее, новое. Бязь, между прочим, намного крепче и лучше, чем сатин. Петь ты за своем, а. Зачем ты приехал? Торгуешь у себя и торгуй. Я вот вам привезла. Да? 15 комплектов? Да. Чтобы вы все спали на хорошем новом белье. И, между прочим, я заглянула в холодильник, у тебя там мышь повесился. Вот и пришлось мне выйти на большую дорогу, чтобы денег заработать, купить кусок мяса и сварить вам борщ. Дочь, ну не дуйся на меня. Я ж как лучше хотела. А ты обижаешься. Ну что ты на меня окрысилась? Степа! Степа, иди ешь! Сейчас. Ну и сейчас. Мам, может хватит торговать, а? Я государству помогаю. Папу помогаю. У них же сбыта нету. А потом, что я буду делать дома одна? Сидеть в окно, смотреть и смерти своей ждать. Не, борщ не хочу. Что значит не хочу? Что значит не хочу? Иди сядь и ешь. Вот. Мясо нужно. Давай, Аферзова. Апуся! Здрасьте. Ой, да кто это такой прибежал, Любушка моя? Вот кто мне рад радиоханик. Давай скорее раздеваться. А что, как там? Ну что, отворот-поворот, горло красное, миндальны увеличены. Прививку делать нельзя. Приходите, говорит, завтра. Точнее, через месяц. Вот, держи. Все руки, мой. Ага. Одни квосточки у нас остались. А-а-а. Да, мой хороший? О, никакой набор. Все это у нас есть. Витюш, беги руки к папе мой и за стол. Ну зачем лекарства? Я травки привезу. Вылечу. Мать его, Ленка Ла Худра. Он за собой еще не следила. Мать у него я. И ни слова про Ленку. Почему он не здоровый? Мать-то у него ты. А здоровье не твое. Ну все, Степонька. Пойдем-ка я такие подарки привезла. Бабушка с пустыми руками не приезжает. О-ой. Давайте, давайте подарочки смотреть. Мои золотые. Это вот тебе. Спасибо. А тебе, мой волшебный мальчик. Смотри-ка, что приплыло-то. Шарики всякие. Ой. Вить. Ухожу я от Элки. Немного от устала. Ну и правильно. Только от доли, от своей не отказывайся. Вдруг она этот центр продавать будет? Ой. Да никогда она это не сделает. Почему? Элка-артистка. Ей аплодисменты нужны. А ее эти платья для богатых – престиж. Те же аплодисменты, только в профиль. А сама-то никогда не голодала. Почему я престиж не подам? Чего? Опять спина. Слушай, давай мы это… Витьку детский сад определим. Я работе пойду. Ну, продуктовым грузчики нужны. Да хвостик грузчик. Спина надорвана, почки застужены. Я на своей машине больше заработаю. А… Там… Выживем. И не смей мне говорить про детский сад. Одну неделю ходят, три болеют. И потом, где этот сад? В одном офис, в другом офис. Вот чего, мать, не сбит? Мамуль, чего, плохо? Чего-то да. Ой, да я тебе помогу. Сколько? Двадцать пять? Да. Ой, ребятки, жалко мне вас. Аж сердце от боли захлебывается. Что же это такое, а? Что же такое-то, а? Питалистка. Богатыми будем. Где оно, твое богатство-то? Семья мое богатство. Я вот решила вам свою пенсию отдавать. Да. Да, да. Слава Богу, начали платить. Почти каждый месяц. А я уж как-нибудь проживуха. Ну, а что, у меня три курочки несутся. Огород, капуста, картошка, лук. Ничего про живого. А летом ребятишка заберу. Что ты думаешь, не подниму? О! Подниму. И еще гу-го. А я… Гу-го-го-го. И гу-го. Давай споем, а? Дочка, ты чего? Кто ж ночью-то песни поют. Да? Конечно. Кто-нибудь. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, Головой склоняясь до самого тына, Головой склоняясь… Слушай… Давай вот это… Узелок завяжется, Узелок развяжется, Уфина и… Только то, что кажется… Принеси-ка водки. Алло, да. Какая радиостанция? Конечно, он примет участие в дебатах. Ну да, пока я в самого движения беспартийный. Его предвыборную программу я вам отправлю. Договорились? Эй, слышь… Куда лезет-то, красавчика? Мансур Амирович. Надвигается в депутаты Московской городской думы. О как! Я думал в президенте. Президентом-то лучше… Или не потянет Амир Мансурович? Простите, а вы кто? Елька, а ты не боишься задавать такие вопросы? Я вот это возьму. Мне понравилось. Чего пришла? Помогай. Беркут встречи просит. Чего мне делать, а? Чего ты у меня-то спрашиваешь? Сама не знаешь? Беркут хочет вернуть свое, рынок. Я клубы продала. Я всем, кому надо, отстегнула. Я рынок приватизировала. Все! Он по закону мой. Только Беркут так не думает. Сколько лет он рынок крышевал? Кто же от такого сладкого куска-то откажется? Ты что мне делать-то? Прищепку дай. Я, между прочим, тебе не чужая. Ты мне должна как-то помогать. Я тебе ничего не должна. Я свой выбор сделала. А это твоя жизнь, сама решай. Спряталась здесь, за монастырским воротом. Ты за все человечество молишься, или ты только свои грехи отмаливаешь? Ты в мои дела не суйся! Язык свой грязный здесь не распускай! Не пущу! Мне страшно. Помоги, а? Подожди. Здорово, бабоньки-малашки! Принимайте доски! Аккуратней! Раз! Берем! Осторожно, осторожно! Осторожно! О, кого я вижу! Иван! Доски ворованные! Я полковник милиции, буду доски воровать! А ты что говоришь? Я что, не знаю, если ворованный или конфискат, не возьму. Слушай, хотел веранду построить. Веришь? Жучок поел. Алиф, привезу, пройдусь и все. Слушай, послушница! Десять раз сюда приезжай! Ну, хоть бы раз улыбнулась! Сказала, здравствуй, Ваня! Спасибо, Ваня! Ну, посмотри на меня, скажи! Спросить хочу. Чего? Беркут надолго вернулся. Гришка Печенкин. Ты ж фотки читаешь. Должен знай. Билет отмылся. Прокурор новый пришел. Дело закрыли. Теперь ищут, на ком это играться. Думаю, твоя племянница первая под раздачу попадет. Зина, конечно, его рынок позарилась. Блатные те в сторону зашли, знают, Печенкин загрызет. Ты бы ей посоветовала. Иван! Сестренка! Ты что здесь делаешь? Не видишь, что я делаю? От чистого сердца атеиста и безбожника. Зачем? Новую дровницу собираемся строить, матушка. Дело хорошее, только у меня надо было благословение спросить. Виновата, матушка. Ничего себе! За доброе дело и по голове можно получить. А ты не рассуждай. Давай, пойдем поговорим. Советы спрашиваешь? Мой совет тебе не понравится. Говори. Хватит сил прогибаться, на коленях стоять, ползать, валяй. А так отдай Беркуту все. Живи в свое удовольствие, в радость. Что значит отдай? Я же не сумасшедшая. Ты прекрасно знаешь. Копейку у Беркута возьмешь, он тебя на миллион прогнет. Понятно. Клеп возьму. Сами печем вкусный. Копейка. Копейка. Диэл. Юрка, ты как? Хорошо, Юрка. Чего мы сделаем? Директорствовать? Куда ты прешь? Живи, пожалуйста. Всё. Уйди. Уйди. Какой товар? Вещи не лови. Что ж ты делаешь? Что делаешь? Ты сам бандин? Не трогай. Кюхала, ты какой ты к черту директор? Там вещи. Помогите, пожалуйста! Вот, 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 это мое, это мое, это мое, это мое, Артем, это мой, это мой, это мой, не трогай, не трогай, это мой, это мой, это мой, Артем, 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 Артем! Мое, мое, отдай, 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 отдай! Это моё! Моё! Отдай! 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 Моё! Алло, приёмная или соло? Рынок горит! Ольга Павловна, рынок горит. Ойлор сам на телефоне отвечает. Что? Рынок горит. Оля! Оля! Как хорошо, что ты приехала! Тут такое творилось! Ты понимаешь, склад сожгли, Юрку избили! Просто ужас какой-то! Ты посмотри, на нём живого места нету! Ты посмотри, посмотри, что они сделают! Ты видишь? Юра! Юра! Господи, изверги! Да что же они сделают с тобой, а? Скорую! Скорую вызывают! Я уже вызвал, съедут! Держись, мама, держись! За воротами подожди, Лёша! Как скажите? В доме никого! Еле водку нашёл! Ну, это потому что нам надо с тобой без посторонних ушей пообщаться. Гриша, я вот тоже хотел тебе вопросик задать один, друг мой, любезный. Давай. Наливай! Мы вместе! С кем вместе? С бандитами, эксклюзионерами? Или с простыми людьми? Гриша! Наливай! Заодно скажу, зачем тебе склад на рынке поджог? Доложили уже. Да, всё-то ты знаешь. Везде-то ты побывал. Я его поджёг, чтобы эта снежная королева подтаяла маленько. Ну, это так, милые шалости. Пока. Шалости. А ты даже не представляешь, каких трудов мне стоило сделать так, чтобы ты смог вернуться на родину. Чтоб обвинения все с тебя снять. Притом, блядь и внимания, я никогда не заводил речь о том, сколько бабла конкретно мне всё это стоило. Хочешь, я поцелую тебя за это? Благодетель. Совсем дурак. Вот, правда, настолько дурак, что я не понимаю. Ты, мои, всё поменялось. Всё совсем не так, как было тогда, Гриша. Я тебя очень прошу, брат. Просто не мешай. Григорий Семёнович, садитесь. Лишенька, а ты кому услышишь? Мне, Мансуру? И вашим, и нашим? Мансур Амирыч приказал мне вас охранять. Если вы не против. Лишнего не болтай. Зоя, 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 родная моя. Зоечка. Потихонечку. Видишь, а как всё? Я для них всё, а они вот. Да, свадьба заживёт. Ай, тщ-щ-щ. А свадьба? Семёнович, зачем ты меня бросила? Я каждый день о тебе помнил. Галь ты меня ушла, потому что я о тебе всё время вспоминал, а? Помей. Ась, прошу, возвращайся. Ты там, 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 у себя в монастыре, ты не нужна, ты здесь нужна, ты мне нужна. Слышишь меня? Для больного ты слишком разговорчив. Кто склад поджил? Да торгаши свой товар занесли, стал его закрывать тут двое. Мол, давай или чеши отсюда, или самого на склад затолкай маячу. Потом зачем мне за чужое барахло подписываться? Да чёрт с ним, я с этим, слышишь меня? Не могу я без тебя. Возьми меня обратно. Зачем? Как зачем? Ну, мне так легче будет. И вот что, давай поженимся. Чтобы всё по-настоящему. Слышишь? Вот этого не надо. Не надо мне крестить, я в Бога твоего не верю. Веню не спас и меня не спасёт, ясно? Живой остался, дурачок. Радуйся. Матушка. 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 Абор сегодня. Знаешь, что скажете, отговаривать будете, а что делать? Жилья нет работы, нет мужа, нет родителей, нет благословить. Благословляют священники, не монахини. А я всего лишь послушница. Матушка. Тебя как зовут? Соня. Помолюсь за рабу Божью Софью. Да не ходи ты за мной. Никакой я тебе не посланник Бога. Я просто человек. Не говорю с тобой как женщину. Что чувствую, то и говорю. А ребёнок это круто. Что у нас, двери нараспашку? Привет. Ох ты ж, полундра, свистать всех наверх. Ань, ты в ЖЭК звонила? Сантехник уже приходил, воду перекрыл. Пап, блин. Соседей кран прорвало. Ты что так рано? На складе крыс травят. Все курьеров от гол отпустили. Наджи, а? Думаю, приду домой, расслаблюсь, отдохну. А тут сезон дождей, а? Всемирный потоп какой-то. Развер здесь хлебья небесные. Пап. Чего? Иди, пожалуйста, обои лучше подплели, то мама увидит. Мне уже дар хватит. Сейчас сделаю. Слушай, пап. Я очень уважаю твою работу. Она очень сложная и нужная. Каждый день в пять утра вставать, это ж надо еще умудриться так. Вот. А еще вовремя товар доставлять. Не, ну тут подклеивать-то бесполезно, надо одирать. А ты чего романсы запела? Случилось чего? Будут каникулы, я готова тебе помогать. Ты согласен? Что? Ну, будут каникулы, я готова тебе помогать. А, наверное. И, пап, тебя сегодня в школу вызывают. Папа. Папа. Чего? Тебе сегодня нужно будет в школу прийти. И лучше тебе, а то мама такие новости не переносит, у нее сразу истерики начинаются. Папа, ты чего так расстроился? У меня все нормально, там мелкие неприятности. Ну, я пошла, а то у меня контрольная по алгебре, нельзя опаздывать. Все. Все, я тебя люблю. Прибери тут, пожалуйста, все. И в школу, не забудь сходить. Люблю тебя, пока. Ольга Павловна, я не вру. Честные слова, не вру. Я взяла товар. Мне дали товар, по честное слово, понимаете? 16 кофточек. Шелковые, китайские. Шарфы теплые, махеровые. Немного, 4 штуки. Хотела посмотреть, как пойдут. Домой нести не решилась. Мы с Артемом комнату снимаем, а соседи у нас алкаши. Чуть зазеваешься, они уже у нас. Воруют все, что плохо решит. Поэтому я на склад и отнесла. А теперь что? Так, проверь, здесь все правильно написала. Нас кинет 10, пора 12. Киспра. Ольга Павловна, деньги вернут? Ну, ты же знаешь, что это не я решаю. Элла Рустамовна. Не верю я ей. Сытой голодного не разумеет. Пусть Элла Рустамовна деньги за товар вернет. А она знает про пожар. Ну, конечно, знает. Она очень переживает. Отойдите, пожалуйста. Это товар, который сгорел. Вы на сумму посмотрите. Где я теперь возьму такие деньги, а? А, между прочим, это ваша была инициатива. Склад построить. Чтоб вы товар домой не таскали. Спасибо вам большое. Кто нас поджег, а? Не знаю. Будем выяснять. Не знаю. Конечно. Зачем вы все ругаете Олю? Конечно. Им все равно. Это одна шайка лейка. Товарищи, дорогие. Я прекрасно понимаю вашего горя. Мы будем что-то думать с Эллой Рустамовной. Я думаю, что она примет правильное решение. Здравствуйте, друзья. Это еще кто? Не знаю. Каренщик. Как я рад тебя видеть, дружище. У тебя все в порядке? Даже если не жалуешься. У вас тут многое изменилось. Кто теперь вами правит? Юрка Хохлов у нас директор. А хозяйка Элла Рустамовна. Чем торгуешься? Так, по мелочи. Майки, рубашки, трусы. Чудо пустово, а ты у тебя здесь? Ну, у нас же склад сгорел. Как сгорел? Кто поджег? Зачем? Вот беда, так беда. Вот это возьмешь. А вот это тебе компенсация от меня. Спасибо. А что сгорел-то? Несчастный случай? Да нет, думаю, подожгли. Так за это хозяин должен ответить. Я ведь хорошим хозяином был. Каренщик, дорогой, ты помнишь, как ты ко мне бегал, когда Зоика тебя прислал? Я тебе помогал. Конечно, Миркут. Теперь пришла твоя очередь мне помочь. Зачем я могу тебе помочь? Ты будешь мои глаза и уши. Будешь докладывать, что, где, когда. И тогда твои трусики и маечки будут в сохранности несгораемые. Не сгораемые. Понял? На. На. Надо же! Склад сгорел! А за пожар всегда хозяин отвечает. Он должен заплатить за все. Так что боритесь, требуйте. А если нет, уходите с рынка. Не говорите громко. Когда человеку печально, надо говорить тихо. На. Носи. Тихо, 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 тарзан. Тихо, тарзан. Фу, фу. Бери шабаку. Денис. Извините, пожалуйста. Бог простит, Мадонна. Денис, ты говорил же. Ну, следи за собакой на рынке. Ну, спокойная собака. Никогда такого не было. Ольга Павловна. Карен, это кто? Это Беркут. Оля, это очень злой человек. Очень. Он тебя запомнил. Зачем он назвал тебя Мадонной? Успокойся, Верочка. Ну, что ты так переживаешь? Все будет хорошо. Ну. Оль, ты понимаешь, что я могу написать, что я хранила на складе персидские ковры, байгемские хрустали, но этого ничего нельзя проверить. Ну, мы же можем решить эту проблему. Выплатить им сначала 30 процентов. Ну, хорошо, 25. Снизить арендную плату. А потом постепенно выплатить все остальное за сгоревший товар. Оля, мы тоже пострадали. Нам кто возместит? Ну, на хрена ты вообще на рынок поперутся? Вы здесь работы мало? Юра, в больнице я хотела помочь. Хорошо, я сорвалась. Извини. Проблема выше крыши. На рынок приходил мужчина. Призывал всех уйти. И что? А то. То, что сейчас они его не послушали, а завтра они уйдут с ним. Кто приходил? Карен сказал, какой-то Беркут. Я не знаю, это кличка такая. Я первый раз слышу. Беркут. Проблемы, Лариса Васильевна? Какие претензии к моей дочери? Что вы? Нет никаких претензий. Анечка очень хорошая, умная, смышленая девочка. И по всем предметам у нее все хорошо. Но вот только английский. Еле-еле вытянули на тройку. Я думала, она как-то выровняется. Но вот посмотрите. Опять три двойки подряд. Ну, а вы, учителя, зачем? Научите, что от меня-то хотите. Дети, тихо! Одну минуту, я подойду. Понимаете, иностранные языки, они даются не всем. И Аня нуждается в дополнительных занятиях. Я бы вам рекомендовала нанять репетитора. А вы знаете, что у нас мама с английским? Ага. Только нашей маме-то некогда. Она занята, очень занята. У нее работа, личная жизнь, все такое прочее. Скажите, у вас в семье все хорошо? А у вас? Хорошо. А? Что, муж не изменяет? А вы мужа не изменяете? У меня нет мужа. Ага. Сейчас вижу. Действительно, все хорошо. Все, вопросов больше нет. Я пошел. Ой. Будет у Ани английский. Ну, и что, все? Поговорили? Аня, ну, я обещал перейти, но пришел не совсем трезвый. Я вижу. Прости. Тебе стыдно за меня? Нет, мне не стыдно. А что, был повод напиться? Ну, если подумать, нет. С мамой поссорились? Нет. Ну, так а что тогда? Ну, Ань, значит, так бывает. Вот чашку разбились, клеили, рубсы остались. Только тронь, она снова разобьется. Вот я и трону, ладно? Я не должен был это делать. Пап, это все прошлое. А мама умеет прощаться с прошлым. Знаешь, ты тоже не ангел. Чего я тоже? Да, я тоже. Но я не любил, это была просто интрижка. С этой интрижки все началось. Слушай, пап, ты ведь любишь маму? Не можешь жить без нее, так? Люблю. Ну, так а мама не может жить без тебя? А что вообще разговор? Спасибо. 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 Почему в квартире бардак? Я прихожу с работы, что я вижу? Разгромленная кухня, оборванная оба. Это что такое? Небольшой потоп, мам. Потоп? Да. Я не понимаю, почему вы все так оставили? Мы немного прибрались, немного прогулялись. Что, нельзя уже гулять? Ах, вы прогулялись. Вы развлекались. Миша, ты мне что обещала? Ты сегодня целый день дома, и ты бьешь баклуши. Мам, мы вместе били эти баклуши, и нам понравилось. Прекрати кричать. Извини, мне теперь плясать от радости. Да, да, мам. Вот это вот правильное решение. Что это? Что он делает? По-моему, срывает обои. Слушай, мам, ты сама все портишь. Как говорит мой дед, рубишь сок, на котором сама и сидишь. Запомните меня веселым. Я начинаю ремонт. Здравствуй, Иван. Привет. Зачем за мной посылал? Хочу о племяннице твоей поговорить. Говори. Она вообще обалдела. Она стрелку Беркуту назначила. У нее же никого нет. Ни охрана, никого. Где? Когда? Через час. А где тебе лучше знать? На пустыре за станцией. Я тебе этого не говорил. Позвони и отговори ее. Поехали. Хорошая парочка. Ментополковник и монашка. Если мои узнают, что я к братве на стрелку ходил, они охрене. Представляешь, я с тобой. Что я мы... А ты со мной, Ваня, ничего не бойся. Ты правде про это расскажи. Иван! Подожди меня здесь. Что матушка Игуль? Что Иван? Первый раз в жизни вижу пунктуальную женщину. Григорий Семенович, она одна без охраны. Твоей жене белый плащ нужен. Мне нет жены. Значит, плащ не нужен. Сколько у тебя охранников. Мальчики, вы не зажарились? Вы бы не стояли на солнце. Коротко скажу. Поход с рынка 70%, у меня 30, тебе на конфетки. Всего 6, пока добрый. А иначе... А иначе не будет. Слушай меня, Беркут. Слушай и запоминай каждое мое слово. Ты убийца моего мужа. И ни один суд в мире тебя не оправдает. Я сделаю все, чтобы ты сгнил в тюрьме. А не сгниешь, я приду и сама тебя отравлю. Понял? Бойся меня. Я твой злейший враг. И никогда ты от меня не получишь ни рубля. Тварь. Николай Семенович! Все, хватит! Хватит! В следующий раз вам меня не отдачить. Мразь. Машина! Приехал. Элка, Элка, какая ты дура. Ну, что ты делаешь, а? Приживаешь? Болит все-таки сердечко за меня. Отдай, тетя Зоя. Кого ты такая упертая? Честно говоря, думаю, что в тебя. Говорю же, родная кровь. Отдай ему рынок. Он не остановится. Нет, теперь ни за что. Он тебя убьет. А у меня как у кошки. Девять жизней. Посмотрим, сколько у него. Нет, не волнуйся. Я грех на душу не возьму. А что у тебя с лицом? Душа поскользнулась. Где Светлана? Света здесь больше не работает. Пусть пишет заявление об уходе. Хорошо. Эл, что ты решила с людьми? С выплатами? Сгорел склад. У нас форс-мажор. Платить не будем. Эл, а как бы у тебя не вышел форс-мажор. С торгового центра Барышин текут, а эти люди тебя кормят. И не хлеб с маслом ешь, а и корпи пытаешься. А если они сами подожгли? Вы кто вообще? Наталья Ивана Колесникова, мой новый финансовый директор. А Уля? Я уволила Хохлова. Директором рынка будешь ты, Ольга. Нет. У тебя конец рабочего дня. У меня опять выходной. Ну, я подумал, что бы тебя не встретить, а? А то живем параллельно. Доброе утро, спокойной ночи. А у нас на кухне новые обои. Да. Красиво дышать стало легче. Мы с Анькой с утра в четыре руки... Аня школу прогуляла. Ольф, мы очень хотели тебя порадовать. Что там с газетным киоском? Активный пенсионер прибрал к рукам. Теперь у матери конкурент. А у тебя с работой что? Ну, хотел бы сказать, что хорошо. Да язык не поворачивается. Выходные все чаще. Заказов мало. Курьеров сокращаются. Да что ж опять такое-то, а? Зараза, а! Столько денег отдал этому прохиндею. И шины монтажа. Ни дна ему, ни покрышки. Миш, ты почему резину не поменял? Мы же говорили с тобой об этом. Оль, на какие шиши? Зарплату обещали только через неделю дать. Ага. То есть денег нет. И не скоро будут. Если они вообще когда-нибудь появятся теперь в нашей семье. Ты что, Оль? Оль, ну ты чего? Оль, ну ты чего? Миш, представляешь, Алла сказала, что бизнес не работает, и теперь она все хочет сделать по-другому. А я не могу. Я безработная. Удивила. Ну, дома посидишь, а то спишься. Анькин английский подтянешь. Я без завтрака не останусь. А? А на какие деньги будем жить? А мне халтуру предложили ремонт делать. Я теперь обои клею на космических скоростях. Проживем? Я не могу сидеть у тебя на шее. Да ладно. Ты посмотри, какая у меня шея-то, а? Бычья? М-м-м. Ну. Ну, работа, она всегда будет. Вот, например, мужа любить. Ну, чем я работать-то? Тихо, ладно. Элка, не верю, моя площадка на рынке. Мое собственное дело. Да у меня машинки будут, как в доме отдыха, чистенькие, упорные. В бампер целовать буду. Я надеюсь, что дело у тебя пойдет. А чего такая щедрость, а? И площадка, и подъемные. Мы же друзья, а мне нужны свои люди на рынке. Элла! Спасибо большое. Павильон на центральном входе. Правда, он, конечно, такой неухоженный. Ничего, ты его помоешь, покрасишь. Алиса, возьми мне, пожалуйста, постельное белье на реализацию. У меня мама никак не угомонится. Опять приволокла. В моем павильоне шмоток не будет. А что будет? Медицинский кабинет. Ого! Да. Размахнулась. А лицензия? Лицензия тоже будет. А где Олина палатка? А нет Олиной палатки. А, в смысле, что-то я не догоняю. А Оли с нами нет? Все, девочки, я устала, я поехала домой. Элла! А если эту Олю выгнала, моей ноги здесь не будет. Условия мне будешь ставить? Я уже вам говорила однажды. Каждый сам кузнец своего несчастья. Элла, между прочим, предложила Оле стать директором рынка. И что? Она отказалась. Офигеть. Она что, сумасшедшая? Аня! Ну ты скоро! Сорок минут делаешь простейшее задание. Ну! Все. На. Аня! Аня, мы три дня сидим на неправильных глаголах. Опять ошибки! Но я не понимаю, что плохо объясняешь? Да, мама, плохо. Потому что ты постоянно бесишься, а я не могу сконцентрироваться. Хорошо, извини. Извини. Давай, все. Успокоимся. Сосредоточимся и начнем сначала. Пожалуйста, иди открывай таблицу. Я не буду. У меня уже мозги кипят, ты понимаешь? Нет, детка, ты будешь. Ты что, хочешь двойку за год? Кто тройку мне поставит? Успокойся! А если не поставят, тебя не переведут в одиннадцатый класс. Ты понимаешь, что ты говоришь? Моя дочь старогодняя. Это стыдно. Аня. Аня сейчас вся молодежь говорит по-английски. Не знать язык, это просто нонсенс. Потом, это не модно. Это просто неприлично, понимаешь? А мне по барабану. Ну, твоя дочь ж дубина, тупица, называй как хочешь. Ну, нет у меня способности к языку. Отдохнула на мне природа. Понимаешь? Отдохнула, мам, понимаешь? И пошла гулять. Все, пауза. Что, за шума, драки нет? Вот, еще одно такое занятие, и я сбегу из дома. Аня, ты даже шутку так не говоришь. Все, я все сказала. Ты вообще куда? На дом занятия по физре. И чтоб вы знали, если вам, конечно же, интересно. Я лучше всех в классе стометровку бегаю. И прыгаю длиной А3,60. Бай! Да на меня вообще ни во что не ставит. Я слышал, как вы вчера занимались. Ой, ну это, конечно, не дело, а. Ну, что? Ты психуешь. Аня на нервах, а. Слушай, а вот телефонный адрес репетитора. Мне его дала классная руководительница, Аня Лариса Васильевна. Ну, репетитор, конечно, дорогой. Но тяжелые отпускные дала. Так что предлагаю инвестировать в ребенка. Догадились. Я за своим английским, а мы должны деньги отдавать чужому человеку. Ну, а что делать-то, а? Другого-то выхода нет. Есть? И тыс. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Роман Луганский? Я. А вы, простите? Я мама Ани Родионовой. Мы с вами о встрече договаривались. Да. Пожалуйста, проходите. Я заварю чай. Благодарю. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Чувствуйте себя как дома. Вы знаете, Аня говорит, что у нее нет способности к языкам. А это ерунда. Таких людей нет. Я вас уверяю. И мне Лариса Васильевна показывала контрольные Ани. Хотел спросить, как Аня так запустила язык. Ведь, насколько я понимаю, вы... Да, да, да. Я преподавала английский, но родители не авторитет. Да. Братья тоже. У меня сестра занимается с педагогом. Только потому, что я для нее не авторитет. А где вы работаете? А здесь частные уроки. Ну, иногда перевожу статьи для журналов. Пожалуйста, присажайтесь. Да, спасибо. А где вы учились? Изначально английская спецшкола, затем институт иностранных языков, стажировка в Лондоне. У меня родители в Англии, поэтому Лондон. Хорошо. Вы можете гарантировать результат? Конечно. Иначе я бы не занимался репетиторством. Вас что-то смущает? Простите за бестактный вопрос, но... Я не вижу женской руки. Вы живете один? Да. Мне 28 лет, и у меня пока нет семьи. Это странно? Если честно, да. Я бы хотела, чтобы вы преподавали английский у нас дома. Нет. Для меня это принципиально. Я не хожу по домам. Но к тому же у меня прекрасные услуги. Если вам важно, чтобы сани занимались дома... Хорошо. Вот здесь, да? Первые пять уроков. А потом мы решим, будем ли мы продолжать. Пусть Аня приносит с собой тапочки. Что? Что? Сменную обувь. А с такие деньги вы могли бы сами покупать тапочки своим ученикам? Отличная идея. Лариса Васильевна сказала, что все его ученики с близким сдавали английский язык и поступали в институты. Это хороший репетитор. Оль, с Олей принеси, пожалуйста. Слишком хороший. Слишком. Вот слишком. Оль, я не понимаю, чем ты недовольна? Я недовольна? Ему 28 лет. Ни жены, ни ребенка. Довольна. Ой, смотри. Это очень выгодный жених. Для себя присмотрела? Вот тебе как шутишь все. У меня сердце не на месте. Два часа 16-летняя девочка с мужиком в одной квартире. Два часа. Это нормально? Ой, выйду когда-нибудь замуж. Родится сын по имени Кикас. Подрастет гулять, пойдет, на дерево влезет, упадет, головой ударится о камень и сразу умрет. Горе мне, горе мне. Миш, ну все, ну не ерничай. Ешь давай. Оля, ну что раньше времени-то с ума сходить, а? Да, ты прав. Да, ты прав. Богатая у меня фантазия. Ладно. Тогда надо будет тапочки купить для Ани. Тапочки? Да, но он просил принести тапочки. Сегодня первое занятие. Интересно, потом вернет, когда обучение закончится? Чего ты не ешь? Пересолила. Ну, это любовь. Так, Саша, давай, снимай меня. Значит так, Саша, мусор не снимай меня, снимай. Так, 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 вот так. В этой палатке на Ковшинском рынке зарождается будущее мировой медицины. Алиса у нас болится, невролог прекрасный. Он раньше психиатром был. Господи, забыла халат белый надеть. Так вот у него прием завтра. Ты без очереди пойдешь, чтобы у меня договариваться? Ну что ты издеваешься надо мной? Ты думаешь, я не понимаю, какие трудности меня ждут? Понимаю. Но они меня совсем не пугают. Меня пугают. Угу. Так, хорошо? Да? Ой, это историческая запись. Она войдет в аналы мировой истории. Сказал бы, в какие аналы ты с этой записью войдешь? Так, ну, Саша, все, хватит. Ну? Здравствуйте. Меня зовут Алиса Грибова. И в этой палатке все началось. Вернее, все начнется. Значит так. Ой, Свет, спасибо тебе огромное. А что по деньгам? Беремся. Где домохозяйка? Я здесь. Проходи. Я пойду сразу перекину. Пироги делаю. Не поверишь. Три года не пекла пироги. Я четыре. А меня тесто любят. Теперь каждый день месить будешь. С Мишкой на дрожжах раздобреете. Дверь менять придется. А чего ты за меня переживаешь? Ты за меня не переживай. А, ты думаешь, вдруг у меня все хорошо? А у меня все хорошо. Ах, я рада. Я рада. Чего ты злишься-то? Я просто понять хочу, почему ты отказалась? Директор, рынка. Это же круто. А потому что я не хочу быть такой, как Зоя. Ты знаешь, у меня ее хамство тогда просто поперек горла стояло. До глубины души терпеть не могла. А другой она там быть не могла. Потому что на рынке каждый сам за себя. И каждый против тебя. А я другая. Конечно, конечно. Куда уж, нам уж. Мы образованные, да, стихи пишем, по-английски спикаем. Да, спикаем. Да, образованные, да, пишем стихи. Почему я должна ложиться грудью на амбразору? А кто говорил, что мы вместе? Одна команда, один кулак. А теперь что, кулак-хоп и рожался? Ты о нас с Лисой подумала? Так, минуточку. Почему я должна о вас думать? Зачем? Мы все мечтали уйти с рынка. Вы решили вернуться. Я нет. Вы делали свой выбор. Я свой. Ты на пироги-то останешься? Нет, дел полно. Нет, вот секундочку. Почему Элла не предложила быть директором рынка тебе? Да куда уж нам уж выйти замуж. Ну, уж так уж, как уж, как-нибудь. Здорово. Здорово. Светлана Васильевна. Вы куда это собрались-то, а? А покупку отметь? Ну, чайком, разумеется. В следующий раз. Не-не-не. Я тебя не выпущу. Миш, вот ты Ольгу говори. Хорошую работу предложили. Она ж с ума сойдет в четырех стенах. Свет, это ее решение. Мы должны его уважать. Я тебе давно говорил, купи-продай. Не для нее. Ну да. Пока. Пока. Спасибо за резину. Пожалуйста. А что это мы нос повесили? Репетитору заплатили, долги отдали. Денег осталось с Гулькин нос. Были деньги и нет денег. Я сижу, пирожки пеку. Миш, я не могу быть директором. Ну, не могу. Ну, нет во мне таких сил. Ты все правильно сделала. Уходи, уходи. Правда так считаешь? А какой подвиг? Для семьи? Уважаю. Хоть мы в старенькой одежде и в карманах не шиша, но зато у нас, как прежде, на ушах висит лапша. Папа, ну все, Миш. Папа, ну смотри, сиди сейчас придут и... Где бы нам с пилкой подзанять? Миллиону двадцать пять. Ух ты! Ах ты! На покупку яхт. Ладно, Оль. Прорвемся. О! Могла бы переодеться. Перед тем, как сюда припереться. А мне дежурный говорит, товарищ полковник, вас монашка ждет. А это ты? Здравствуйте, мальчик. Ну, че приехала? Доски привез, бросил. Дело не доделал, я этого не люблю. Занят был, Зой. Ну, честное слово. И песок, и щебенку привезу. Сам. Уже договорился. Когда? А ты не могла просто так приехать? А? Сказать, Ваня соскучилась. Ну, соври. Мужиков прихвати. Тяжело нашим монашкам мешки с песком таскать. Ваня, ты мне зуб не заговаривай. Ты же не просто так приехала. Ну, че надо-то? Просить пришла Зоелку и ее подруг. Возьми под свое крыло. Зоя, это не крыло. Это крыша называется. Я этим не занимаюсь. Ванялка заплатит, заплатит. Любые деньги заплатит. Найди кого-нибудь, если сам не можешь, а? Зоя, я полковник милиции. Ты понимаешь, полковник милиции? Я не бандит с большой дороги. Все, я даже на эту тему говорить не хочу. Так своей племяннице передай. Я сам дойду. Че, ты преступника поймал? Да я преступник. Вот, смотри, вот это преступник. А я герой, понял? Кто это? Да, тварь. На пустыре собак расстреливал. Люди пожаловались, я его забрал, а посадить не за что. Говорит, на детей собаки бросается. Скот. Ты был прапором, а остались, Степа, тупорылый. Это Круглов. Он. Начальник зоны. Венечка мой при нем сидел, да? Да? Зоя, успокойся. Пойдем, Зоя Викторовна. Пойдем. Пойдем, Зоя. Довези нашу дорогую до стен монастыря. Я ребенка скоро довезу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй меня грешным. Прости, мя, пригреши, невольный и невольный. Избави мя. Ты кау. Ненавижу. Ненавижу. Четыре года прошло, я уже думаю, что я... Что я забуду, не могу. Ничего не хочу. Смерти его хочу. Ненавижу. Смерти его хочу. Господи. Помоги мне. Ну, помоги мне, Господи. Грех не совершить. Помоги мне, Господи. Ну, это, конечно, пятьсот квадратов, места много. Так, сначала сделаем мастерскую, а потом займемся стоянкой. Под мастерскую ангар нужен, это как минимум, понимаешь? Яма просмотровая, подъемник. Да там много чего нужно. Давай, учи. Ангар я уже заказала. Вообще-то, могла со мной посоветоваться, прежде чем покупать. Витя, считай, что даром. Даром! Я вот и считаю. Смотри. Так. Ага. А? Сумма неподъемная. Ангар это вычеркнуть? Это… Ой-ой-ой-ой-ой. Может, кредит взять? Нет, кредит не потянем. Пап, ну, что такое у нас? За школу как раз сейчас дорогу делают. Давай, рыбачак, попросим, а не налево запросто по дешевке толкнут. А что, хорошая мысль. А ну, иди образовывайся. Да, не говори нам тут ерунды. Мораль сей басни такова. Площадка у нас есть, а мастерской нет. Будет мастерская. Я найду деньги. Ну, чего, чего? Чего вы на меня так смотрите? Я всю жизнь только этим и занимаюсь. Если вы еще не заметили. Ой, посмотри-ка. Вот здесь можно сделать вот так. А здесь еще ряд. Будется, будет. Послушай, я могу раскрасить твои горизонты, могу наврать тебе свои коровы, но когда ты шмякнешься об землю, я вряд ли снова твои ноги смогу починить. Упаду и снова поднимусь. Так, молчи и слушай. Мне нужен аппарат УЗИ. О, а я говорю, что тебе нужен психиатр. Я даже не обижаюсь, я готовлюсь к новой жизни. Вот видишь, я улыбаюсь, я не взорвалась, как 30 тонн тротила. Я свои эмоции в руках держу, хотя сейчас очень хочется тебя связывать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Скажи мне, зачем тебе это за порыд? На рынке полно народа. Им некогда по врачам бегать. А тут все под боком. Уколы, анализы, УЗИ. И людям помогу, и денег заработаю. Тем более с УЗИсткой из больницы я уже договорилась. Ну, предположим, предположим, ты сделала УЗИ. Ты поставила диагноз, что, на мой взгляд, совершенно фантастическое. А дальше-то что? Дальше, если понадобится, они пойдут по врачам. Угу. Со временем мы с тобой откроем клинику, и ты там станешь главным врачом. Богатым и знаменитым. Колеславы? Мне сейчас хватает. Так. Короче, один вопрос. Угу. Ты со мной? Алиса, я твердо стою на земле двумя ногами. Мне некогда глаза к нему поднимать. И УЗИ не достанешь? Мне на работу надо идти. У меня ночное дежурство сегодня. Я должен еще… Я… ты должен, Саша, достать мне аппарат УЗИ. Иначе… Иначе что? Кто не со мной, тот против меня. Зачем мне человек, который смотрит в другую сторону? Вот ты как заговорил. То есть я не нужен тебе? А ты же тебе нужен-то? А, я знаю. Твой Гоша, да? Не исключай этот вариант. Что, ну, муж испугал? Да. Давай. По-моему, давай, давай. На все четыре стороны. Анечка, спокойной ночи. Доброй ночи. Что у тебя там такое? Ничего. Жена. Ну-ка, дай-ка. Дай, 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 дай. Май! Дай сюда. Что это? И тут я откуда? У Романа взяла. Ну-ка, объясни. Это твой репетитор дает тебе такие журналы? Мам, какая разница? Большая? Нет, я его сама взяла. И завтра верну, я тебя поняла. Хорошо. Это же похабщина. Как тебе не стыдно? Я не ханжа. То есть я ханжа. Так, эти занятия прекращаются. Ма! Мам, с тобой в последнее время вообще стало невозможно общаться. Ты везде суешь свой нос. Тебе больше заняться нечем. Быстрее б ты работу нашла. Доброй ночи. Алиса. Привет. Привет. Что-то случилось? Я к тебе. Вот. Чаек свежий заварил. Вот. Бери, Сахар. Не стесняйся. У меня запасы есть. Для тебя берег. Что, доча, все так серьезно? Папа, вот скажи, я могу жить с предателем под одной крышей? С человеком, который совсем меня не понимает? Саша не предатель. Зеленый. Дочка, угощайся. Он просто разумный человек. Может, он все правильно говорит? Тебе надо его послушать. И жить вот так, как все живут. Мышкой в норку завиться. Зернышки считай, да, пап? Вот это вот зернышко на завтрак, вот это вот на обед, а вот это вот на черный день. Тоска. На. Чего? На, пожалуйста, полюбуйся. Чего это? Журнал с голыми мужиками. О боже. Аня взяла у этого репетитора. Я не удивлюсь, если он ей подсунь какую-нибудь камасутру. А, непонятно. Камасутру? Камасутру, я с удовольствием. Завтра Анька в школу уйдет, мы тут с тобой такое камасутру, а? А сейчас по старинке. Миша, я тебе серьезно говорю. Я, я серьезно. Ну ты что, шутишь, что ли? Ну вот ты, например. Ты же чего-то хочешь в жизни? Чтобы у тебя на столе сахара было побольше? Или чтоб в квартире ремонт сделать? Пусть это маленькая мечта, но она же должна быть. Ты права. Мечты даже маленькой у меня нет. Хотя есть. Я хочу, чтоб у тебя в жизни все сложилось. А твоя затея требует много денег. Саша прав. И деньги немалые. Да. Денег не хватает. Но если мозги включить, то их можно найти. А выходи замуж за Сашу. У него жилплощадь есть. Эту квартиру продай, а деньги в свое дело вложишь. Па... Сашенька, что вы так трезвоните? Алисанька спит. Доброе утро, Матвей Анатольевич. Знаю ее, как она спит. Саша! Алиса! Саша! Так, подъем. Встаем, Саша, сейчас ты курица. Так, а девочка? Я тебе сейчас уйду. Я так тебе сейчас уйду. Я ремень возьму прям по мягкому месту. Не надо трогать мои вещи. Слушай меня. Есть аппарат УЗИ. Берешь его в аренду. Я обо всем договорился. Просто надо его починить. Понятно? Все. Одевайся. Саш! Саш! Доброе утро, любимый. Доброе. Первый мед. Проверь фамилию, отчество. Угу. Держи. Спасибо. О-ка! Сразу две красавицы! Две принцессы ко мне поджал. Ну, ты моя родная. Беги скорее к бабушке, она тебя заждалась. Деречка. Давай, давай, иди-ка. Да иду я. Оль, платье близну. Папа, беда с этим платьем. Все антресоли пришлось переворачиваться в квартире. Зачем оно ей? Да не знаю. Он в два дня рыдает. Ну, да положи это платье в горошине. Вот. Фотография мне в лицо тычет. И ревет, ревет, ревет. Ну, она его в молодости носила, а? А что случилось, ты можешь сказать? Старость случилась, а? Папа, не преувеличивай, пожалуйста. Вот у тебя характер еще, дай бог. Согласись. Хочет мама это платье, пусть носит. В чем проблема? Ой, Оля. Оля. Олечка. Оленька моя. Привет, привет. Привет, дорогая. Ну что, привезла? Да, да, привезла. Пойдем. Пойдем. Олечка. Оля, смотри, совсем не поправилась. Да ты совсем не изменилась, мам. Оленька. Паша. Пашенька. Смотри. О, да. На первом свидании была. Помнишь? Помню. Ну, как ты на меня смотрел, а? Да. Паш, а цветы помнишь? И цветы помню. Ну, какие цветы были? Пап, ну. А ладно, дыши. Пашенька. Паша. Давай. Готовь на стол все, Паша. Самый лучший, самый лучший сервиз. Сейчас блинчиками будем угощать. Разогрей блины. Со сметаной творогом Анечка любит. Мамочка моя. У тебя все хорошо? Да все у меня хорошо. Да не волнуйся. Просто мне кажется, папа меня разлюбил. Так, ты что такое говоришь? Ты что? Нет. Нет. Платья, ты это передумала. Знаешь, почему? Почему? Чтобы он все-все вспомнил. Я полюбил меня, как раньше. И хотя бы чуть-чуть. Снова. Мамочка. А что-то ни сметаны, ни творога нет. Ой. Оленька, что? Я же хотела блинчики с творогом и сметаной приготовить. А за творогом и сметаной я же забыла сходить в магазин. Спасибо. Ты рыбу не любишь? Нет. Люблю. А что не ешь? Спасибо. Ем. Мне сплетни не нужны. Тебе нужна подробная информация. Кто сейчас директор? А сейчас нет директора. Юрг Хохлов вернулся. Но он больше не директор. Ольга Родионова сама отказалась. Умная баба. Отказалась. Угу. Торговцы возвращаются. Как верблюдок водопой. Элла Рустамовна аренду снизила. Обещала продержать полгода. Щедрая хозяйка. Угу. Угу. Карен, почему я должен из тебя информацию клещами вытаскивать? Я говорю, ну почему клещами? Ну... Ну темы нету. Ну все тихо. Ну реально все тихо. Говорить не о чем хочется. Можно я пойду? Долгу от тебя. Как с козла молока. Спасибо. Стой. Рыбу заберем. Спасибо. Встретимся. Придурок. Серега говорит, что я ее разлюбил. Оля, ну сорок лет вместе. Ну какая уже любовь? Маме просто нужна твоя забота. Ах. Ну она и прошлое вспоминает, только потому что там она была любимой. Ну... Ну вот я немножечко понежнее. Ну повнимательней. Куда внимательней, Оля? Я только за ней бегаю, боюсь ее оставить одну. То утюг забудет выключить. То включит газ и конфорку не подожжет. Всякую хрень, всякую ерунду помнит до деталей. А что утром я на прочь не помню. А вот это? А вот это? Оля, смотри, как она хорошо играет подкидного. Шестой раз меня в дурак обыграла. Может ее в преференс научить играть, а? Можно. Мне заодно тоже напомни, я между прочим в институте лучше всех играла. А тебя-то кто научил? Так ты и научила. Я сначала думала, что папа преувеличивает, но выдумывает. Но потом мама, она даже не вспомнила, что учила меня в детстве играть в карты. Ты представляешь? Оля, если это началось, уже не остановишься. Сперва она в детстве ударится. Потом может уйти туда, где когда-то было хорошо. Потом забудет у нас знакомых. А потом и лица детей перестанет узнавать. Оля, ты что такое говоришь? Такого нет. Она абсолютно нормально на нас реагирует. Оля, это пока. Ей нужен постоянный уход. Ну так папа всегда рядом с ней. Очень. Мужики часто не выдерживают. Я смотрела себе на такие больницы. Ну нужно же что-то делать. Или ты что, предлагаешь просто так опустить руки и ждать, пока нас начнет забывать? Нужно показать его врачу. Ну, может, все не так плохо. Так что будем искать врача. Он подберет лекарства. Паниковать не будем. Проходи. И вот это, по-твоему, мастерская, да? Леня, я тебе предлагаю вложиться, инвестировать. Вместе будем развивать бизнес. Ты на свете давно знаешь, мы не кинем. Нет, 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 Свет. Ты знаешь, я человек вольный гоняю. Машины из Германии, живу сладко. Мне вот эти заморочки, они не хочу. Ты подумай, все одно к одному. Вместе гоняем, продаем, ремонтируем. Полный спектр услуг. Выгодное дело. Да кто ж сюда приедет-то? Леня, поедут сюда люди, поедут, очередь стоять будет. Слушай, мать, ты смешная. Ангар ржавый, а тебе очередь мерещится. А где ржавый-то? Да вон, вон. Новый ангар. Не знаю, надо площадку какую-то хоть приличную сделать, яму там. Подъемник поставить. На все денег нет. Ну, я тоже на мели. Надо заработать. Значит так. У меня заказ на две машины, клиенты постоянные. Платят из права, наличкой. Ну, собирай Витю, поедем в Германию. Нет, вы, Витя, не прав, не за гранпаспорты. Я поеду. Ну что, пригнали машины, дальше что? Олка, навар, вкладывание в дело, в твое дело. Согласна. Согласна. Ты у мужа сначала спроси. Муж согласен. Молиться. Молиться. Матушка, поставь свечку с моим здоровьем. Помолись. Голова у меня болит. Сил нет терпеть. Врачи ничем помочь не могут. Одна надежда на Бог. Федор, меня зовут. Пожалуйста. Спасибо. Тебя о чем человек просит? О здравии. Знаешь его? Знаю. Здравия ему не желаю. Смерти ему желаю. Кришна. Кришна. Папа. Папочка. Ну зачем ты так? Ты вообще обо мне подумал? Ну вот кто у меня есть? Ты. Самый родной. Самый-самый. Я же без тебя пропаду, пап. Я... Я хотел пользу тебе принести. Меня не будет. Ты будешь свободна. Квартиру можешь продать. Господи Боже мой. Я больше ничего не могу сделать. Не нужно ничего. Ты не бесполезный человек, пап. Так. Сейчас. Подожди. Учудил Матвей. Я иду, смотрю, дверь приоткрыта. Все ведь предусмотрел, чтоб дверь не ломали. Бережливый черт. Ну я дверь и открыла. А он там на стульчик встал, веревку в руках держит и на крючок закидывает. Как шуранула я по стулу. Откуда только силы взялись. Ну он и свалился. Мать же Божья, я ж думала убила его. Он лежит, ногами дрыгает. Спасибо вам. Я ваш телефон быстро нашла. Он там на стеночке висел. Вы не знаете, с чего это он, а? Не знаю. Спасибо вам еще раз. Он попал в нас. Спасибо. Мы дальше сами. Хорошо. До свидания. Ой, ой. Я же не побоялся, как франку обработать пищишку младенец. Ой, комедия. Даже умереть не могу. Сплошная суматоха вокруг меня. Саша. Там его чемодан в кладовке. Вещь его туда побросай. Зачем? Затем. С нами жить будешь, пока голова твоя не прояснится. Веревку с собой брать? У Саши нет просто веревки. Алис, ну зачем ты? А со мной так можно? Знаешь же что? Не проживу без него. Что... Что люблю его большую жизнь. Что он мне и отец, и мать, а он... Иди сюда! Ну куда ты убедаешь? Алло, да. Тёпушка! Привет, это мама! Привет, мамуль. Ага, как вы там без меня? Подожди секунду. Тёпа! Свет. Стёпа! Извини, мамуль. Алло. Нормально у нас всё? Всё нормально? Точно? Да. Вы машину купили? Да, купили. Сегодня выезжаем. Что, сегодня? Сегодня. А папа где? Ангар охраняет. Ага. Ну, передавай ему, что завтра должны быть. Целую его и вас. Понял. Всё, мам, давай. Ждём. Ты что наделал? А мне всё нравится. Просто класс. Да ладно, ладно, не горячись. Почему? Германию просвистали на одном дыхании. Ну да, Германию проехали. Только сейчас будет самый сложный участок Польши, так что отдохнуть надо. Нет. Ну а что в ближайшем отеле? Давай без остановок, мне домой надо. Всё, всё, всё. Ты устала. Эй, я в порядке? Спасибо зарядке. Ну, тогда прошу на инструктаж. Слушай, да долгал ты уже с этим инструктажем. Я же тебе сказал, Карточ, ничего не понимаю. Географический кретинит. Да ладно, разберёшься, смотри. Вот мы. Мы. А где там, на другой странице Москва? Ладно, я первый, ты за мной. Во! Вот это здравая мысль. Теперь заводи. Понял? Вот так. Ну ты, Кулибин, как часы? А ты, говоришь, искра. Жиклёр надо чистить. Сколько я должен? Не-не-не, ты у нас первый клиент, тебе бесплатно. Спасибо. Будут проблемы у тебя или у друзей. Милости просим. Света, как слышно, приём. Приём. Так, ну на одном бахе мы с тобой больше не пройдём. Перегончики идут по трассе на Варшаву, строго на восток, пока хватит бензина. А там, не доезжая километров сто до пустыни, есть заправка безопасная. Ну как есть, была. Ребята сказали, что там теперь тоже небезопасно. Так что мы идём на юг. На Бронслов-Катовице. Как слышно, приём. Поняла, еду за тобой. Так, Света, нас похоже по суду. Чтобы не случилось, не останавливайся. Обгоняй меня. Света, не останавливайся, обгоняй меня. Кто за тёртой? Кто за тёртой? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, матка божьей! Дед! Куда у тебя проезжала? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Туда! Туда! Точно? Да, да, да! То так, то так! Туда! Валим! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чш-чш-чш! Спокойно! По-нове, по-нове! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Попокойно! Спокойно, спокойно! Пап! По моему расчету, мама должна была приехать еще час назад! Я знаю, знаю! Я вчера сон видел. Наша мама в речку заходит, ее волна накрывает. Потом она выныривает. Понял? И че? Ничего. Потом я проснулся. И че? Че-че? Заладил че? Я же говорю, мама вынырнула. А это позитивный момент. Понял? Давай, тренируйся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо вам огромное. Можно я вас обниму? Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Денькую! Барзу! Денькую, парня! Денькую, бардю! Денькую, бардю! Вот уж не ожидала, что вы так быстро доберетесь. У нас бы так, да? Отец знает, что я поблизости дежурю. Ага. Спасибо. На душе спасибо огромное вам. Ну, я думал, вообще машина все пропала. У этих негодяев, мне же мозгов-то не хватило, ну, чтобы блокировку снять. А тут вы, слава богу. Лихо бездобра не бывает. Я еду в Варшаву, провожу вас. А там лучше перестроиться к большим грузам. Безопасность до самого Бреста гарантирована. КРИК Небольшое ДТП. И пока он разбирался, у него украли товар. В общем, папу уволили, вот он и напился. Мам. Мам, ну не надо переживать, все будет хорошо. А это что? Возила бабушку к врачу. Выписали лекарства. Очень дорого стоит. Мы справились. Конечно, справимся. Давай, беги. Пики-пики. Ты прости за беспорядок. Значит, ну, я же не бухгалтер, поэтому как мог, так и вел. Ничего, разберемся, как мог. Вот, разбирайся. Смотри, значит, вот здесь, кто и когда платил за аренду. Так. Так, здесь, здесь должники. Вот, это штрафы. Это штрафы, это должники. Ну, вот видишь, умница. Налоговые документы где? Налоговые. Налоговая документация у меня. Добрый день. Здравствуйте. Ну, с возвращением, Оль. Наталья Ивановна, все документы по рынку должны быть здесь. Документы будут храниться у меня, Ольга Павловна. Это мы еще посмотрим. Я очень рада, что вы согласились принять должность директора рынка. Всего доброго. Оля, Оля, Оля. С первым рабочим днем тебя. Спасибо, Верочка. Только пиши мне, быстро машину. Вы что, прекратите? Прекратите. Оля. Вы кто? Куда вы меня везете? Я спрашиваю, вы кто? Куда вы меня везете? Да вы обалдели, что я совсем машину? Остановите быстро! Вам что нужно от меня? Я вас спрашиваю, что вам нужно от меня? Вы думаете, если я директор рынка, значит, я денежный мешок, а у меня нет денег. Нету, у меня денег. Вы слышите меня? Пустите, куда вы меня везете? О, я тебя... Има... 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 Продолжение следует...